Собор святителя Петра, митрополита Московского, главная церковь у Высокопетровского монастыря в Москве, первый в русском зодчестве, пример центрического многолепесткового храма. История изначально на месте собора находилась деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла. После смерти и канонизации митрополита Петра храм в 1339 году переосветили в его честь. В 1514-1517 годы деревянный храм был перестроен в камни архитектора Малелизом Новым. Собор построен в виде восьмигранной башни, увенчанной шлемовидной главой, которая возвышается над восьмилепестковым нижним ярусом. Иногда ошибочно классифицируется как «восьмерик на четверике». В 1690 году собор был частично перестроен нарышкиными в стиле московского барокко. Узкие окна растесали плоскость, стен украсили живописными наличниками и нарядными порталами. Храм окружили низкой галереей и сарками. Освящение храма было совершено в присутствии царей Петра и Ивана Алексеевичей. Перестроенный храм, вероятно, послужил образцом для создателей церкви. Знамение в Перове в 1920-е годы вместе с монастырем собор был закрыт. Его пышный иконостас сохранялся в нем до начала 1940-х годов. До 1980-х годов собор использовался как склад дирекции художественных фондов Министерства культуры РСФСР. В 1984 году собор был восстановлен в формах архитектуры XVI века архитектором Б.П.Д. Душенко во время реставрации комплекса монастыря. В 1990-е годы собор был передан Патриаршему подворье Высокопетровского монастыря. Для храма создали новый иконостас и выполнили фресковую живопись в соответствии с современными представлениями о росписях древнерусских храмов. 3 января 1998 года состоялось освящение храма. Исследования многоолепьесковые храмы в истории русской архитектуры связаны с так называемым Голицинским барокко конца XVII и начала XVIII веков. Хрестоматийный пример – усадебная церковь в Дубровицах. Более ранние примеры этого типа долгое время не были известны. В связи с сохранившимся в источниках упоминаний об освящении собора Высокопетровского монастыря в 1690 году и проводившимися в то время в монастыре, на Рожкиными строительными работами в науке долгое время считалось, что собор Высокопетровского монастыря датируется концом 1680-х годов. Проведенные в конце 1960-х годов исследования Б.П. Дедушенко позволили установить, что в центре Москвы в значительной степени сохранился памятник нехарактерной для Руси ренессансной архитектуры, построенной в 1510-х годах итальянцем Альвизом, в 1984 году были проведена очистка здания начала XVI века от барочных наслоений.